Неслучайное фото. Этот день мог бы стать для Ольги счастливым. Муж должен был вернуться из командировки, и она заранее придумала, что приготовит для него на ужин. Мясо замариновала уже с утра, для салатов все приготовила. После работы отправит мясо в духовку, нарежет салаты, пирог испечет, потом приведет себя в порядок, наденет новое платье, которое купила на прошлой неделе на распродаже. И будет ждать любимого, по которому сильно скучала, когда он был в отъездах. Ольга с Марком были в браке уже восемь лет, а ей казалось, только вчера поженились. Так она любила мужа, что для нее медовый месяц продолжался. Вот только Марк стал часто уезжать в командировки, и это удручало. Детей у пары пока не было. Сначала для себя пожить хотели, потом Марк сказал, что не готов пока иметь детей. И Ольга соглашалась с мужем. Не заставлять же его, если время пока не пришло. Сама она мечтала о дочке или сыне, было все равно, кто появится в их семье, мальчик или девочка. Втайне она мечтала даже о том, какие пинеточки свяжет, где будет покупать пеленки. Конечно, нынче на пеленки мода вышла, но Ольга была старомодна в этом вопросе. Считала, что наряжать в костюмчике ребенка с первых дней неправильно. Она помогала жене старшего брата нянчить племянников и видела, как на это хрупкое создание пытаются натянуть наряды. А зачем? Ее младшую сестру мама первое время пеленала. И Ольга тогда была хоть и маленькой, но внимательно следила, как мама это делает и запоминала. А теперь так хотелось попробовать самой. А когда Марк решил, что они достаточно крепко стоят на ногах, забеременеть не получалось. Ольге хотелось поскорее закончить работу и вернуться домой, чтобы заняться приятными хлопотами. Работала она в фирме Доброделы со стариками, заботу о которых поручали их богатые дети. По специальности работу долго не могла найти. А тут подруга предложила это место, и Ольга не жалеет. Подопечные все люди адекватные, особой заботы не требуют, нужно было только помогать им по хозяйству, продукты принести, обед приготовить, в аптеку сбегать. А вот платили даже очень хорошо. Поэтому Ольга держалась за эту работу. Муж, хоть и ездил по командировкам, зарплату приносил более чем скромную. И Ольга была рада, что сама хорошо зарабатывает. Вот и сейчас Ольге предстояло знакомство с новой подопечной. Дверь открыла молодая женщина и, поприветствовав Ольгу, сразу принялась все объяснять. Бабушка у нас не так давно инсульт перенесла. В легкой форме все прошло, слава богу. Но мне бы не хотелось, чтобы она пока из дома выходила. Самой мне некогда даже продукты привезти бывает. У нас ребенок недавно родился, поэтому решила на время пригласить человека. Просто приходите каждый день, готовьте обеды, влажную уборку проводите. В это время за спиной послышался плач ребенка и Ольга вздрогнула от неожиданности. Женщина поспешила к люльке с малышом, а у Оли сердце зажгло. Так хотелось тоже родить малыша, прижать к себе такое беззащитное теплое тельце. Тогда, наверное, она бы стала чувствовать себя куда счастливее. «Нет, надо все же с Марком говорить на эту тему. Рассказать, как Ольге хочется ребенка. Может быть, обследование пройти?» «Но я поеду?» – улыбнулась внучка старушки, и Ольга встрепенулась. «Да, конечно». Ольга даже растерялась немного. «Обещаю заботиться о Нине Филипповне, как о родной». Поблагодарив Ольгу и пожелав ей удачи, Таня уехала. А Нина Филипповна тут же начала говорить. «Знаете, Олечка, я совершенно здорова и вполне могла бы обходиться самостоятельно. Но Тане почему-то в голову взбрело нанять мне сиделку. Обидно даже». «Я не сиделка», – поправила Ольга. «Я просто помощница. А внучка ваша права. Лучше подстраховаться лишний раз и быть спокойной». «Ну да», – кивнула Нина Филипповна. «А мне все веселее будет. А то заточили меня в эти стены. А я так хотела дома век свой доживать. Но, увы и ах. Молодым везде у нас дорога». Пришло время, и попросили с вещами на выход. «Как это?» – удивилась Ольга. «Да вот так», – кивнула многозначительно собеседница. «Дом был у меня большой, от мужа остался. Мы с Танечкой вдвоем остались после его смерти. Дочка из дому сбежала, когда Тане только три исполнилось. Так я ее и вырастила. А о матери и слышать не хочет теперь. И вот внучка родила недавно. Думала, по стопам матери своей пойдет, сбежит, ребенка мне оставит. Она ведь так переживала, что мужчина предложения не делал ей. Боялась, бросит. А он нет. Решил с ней съехаться. Вот мне и предложили дом освободить. Зять мне квартиру эту вот купил. И Танечку с детем не обижает. Хороший человек попался внученьке моей. Но мне одной тут очень скучно. «Нина Филипповна, а может быть, чайку?» – спросила Ольга, чтобы сгладить атмосферу и отвлечь старушку от грустных мыслей. Я принесла печенье и баранки. «А давайте», – улыбнулась Нина Филипповна и поднялась. «Да вы бы отдыхали», – запротестовала Ольга. «Я сама все сделаю, только скажите, где и что». «Да если я только и буду что отдыхать, то долго так не протяну», – ответила хозяйка и направилась в сторону кухни. После чаепития Нина Филипповна предложила Ольге посмотреть фотографии, с любовью рассказывая о каждой. Ольга то и дело поглядывала на часы. Казалось, что прошло уже несколько часов, а каждый раз проходило только пять минут. Сначала Ольге было скучновато разглядывать чужие фотографии. Но вдруг взгляд задержался на снимке, который Ольга невольно взяла в руки. «Нина Филипповна, а это кто на фотографии с вашей Татьяной?» – спросила, ткнув пальцем на Марка, собственного мужа, сама не понимая, зачем задала этот глупый вопрос, раз все сложило уже в голове. «А это он и есть», – ответила женщина. «Зятёк мой, Марк». Ольге мгновенно пересохло во рту. Казалось даже, что язык прилип, и она больше никогда не сможет даже слова вымолвить. Но пришлось брать себя в руки. «А свадебные фотографии у вас есть?» – спросила Ольга сухо. «Красивая пара. Наверное, и свадьба шикарная была». Глаза уже жгло от навернувшихся слёз, но она всеми силами сдерживалась, чтобы не разрыдаться. «А не было у них свадьбы?» – старушка сощурилась. «Я ведь не знаю, даже расписались они, нет ли. Вроде бы Таня говорила, что собираются, но потом я в больницу попала, да и вылетело это всё из головы». «Ясно», – выдохнула Ольга. «Нина Филипповна, а вы не станете возражать, если я пойду уже сегодня? Супчик я вам сварила, продукты есть, у нас сегодня как бы день знакомства был». «Да, конечно, Оленька, идите». «Заболтала я вас своими фотографиями, но вы не обижайтесь, в них ведь вся моя жизнь». Ольга не помнила, как выскочила из подъезда. С трудом отдышавшись от нахлынувших эмоций, она прислонилась спиной к стене и так стояла, пока телефон не завибрировал. «Привет, родная, скоро буду дома», – сказал радостно Марк, и Ольга передёрнула плечами. «Как же он мог так притворяться? Неужели ничего святого не осталось в нём?» «Я очень рада», – сказала Ольга и нажала на красную кнопку. Готовить ужин теперь не хотелось, и того восторга от предвкушения возвращения мужа она не могла больше испытывать. Легла на кровать и теперь смогла дать волю чувствам и слезам. Вот какие у него, оказывается, командировки. И на какие деньги, интересно, он квартиру бабушке купил. Неужели потратил все их с Олей накопления? Какая Ольга глупая, что согласилась накопительный счёт открывать на его имя. За размышлениями даже не заметила, как пролетело время. И вот хлопнула входная дверь. «Оль, ты дома?» – крикнул Марк из коридора, но Ольга промолчала. Он вошёл в комнату с букетом цветов и обеспокоенно спросил. «А что случилось? Тебе плохо?» «Нет, мне хорошо», – дерзко ответила Ольга. «Лучше даже быть не может». Марк положил букет на тумбочку. «Так, давай выкладывай, за что такая немилость?» «А может быть, ты мне расскажешь, за что так поступил со мной?» «Как?» – изогнув брови, поинтересовался Марк. «Когда ты собирался мне всю правду рассказать про свои так называемые командировки? Про ребёнка? Когда?» «Чего?» – протянул Марк. «Какого ребёнка? Ты с ума, что ли, сошла?» Ольге в этот момент показалось, что даже цвет глаз супруга потемнел на несколько тонов. «Тане тоже говоришь, что отправился в командировку, или она правду знает?» «Какой Тане?» – вёл тебя так, будто и впрямь её не знает. «Ну, хватит меня дурачить!» – вспыхнула Ольга, словно спичка. «Не хватает духу признаться, тогда молча вещи собирай и на выход!» «Нет уж, так дело не пойдёт!» Марк побагровел и посмотрел в упор на Ольгу. «Это меня дурачить хватит!» «Это ты, наверное, романы крутишь за моей спиной, и более изощрённого способа вытурить меня из дома не нашла. Да только ты забыла, наверное, что квартира эта такая же твоя, как и моя!» «В доме станет тебе тесно?» – с обидой выкрикнула Ольга. «Ну всё! Это уже ни в какие ворота! Или ты говоришь мне всю правду, или сама собираешь вещи!» «Марк, хватит шоу устраивать! Мне бабушка твоей любовнице всё рассказала! Я и фото ваше видела в альбоме у неё!» «Ах, тут ещё и бабушка какая-то замешана!» «Класс! Браво!» – захлопал в ладоши Марк. «А дедушка не появится? Давай уж всех перечисляй!» «Бабушка Тани, которая твоего ребёнка родила, и которой ты купил квартиру, бабушке, чтобы она съехала из собственного дома! Да, кстати, где-то денег взял на столь скромный подарок! Не наше сбережение потратил! Имей в виду, я это не оставлю просто так!» Марк рассмеялся в полный голос, а Ольга заплакала не в силах сдерживаться. «Оля, ты это всё сама придумала или кто-то подсказал?» «Нина Филипповна, бабушка Тани мне всё рассказала! Показала фото, на котором ты обнимаешь беременную Таню!» «Так, стоп, это уже интересно!» Марк принял серьёзный вид. «Опиши мне эту Таню! Блондинка с короткой стрижкой, невысокая такая!» «Да, стрижка Боб, ростом тебе по плечу! Забыл, как выглядит мать твоего ребёнка?» «Слушай, Оля, я на самом деле не имею ни малейшего отношения к этой Татьяне! Она одноклассница моя бывшая!» Встретился с ней как-то, хвалилась, что замуж вышла за какого-то бизнесмена. Попросила сфотаться вместе, дескать, нет ни одной школьной фотографии со мной, а хочется на память. Я тогда ещё спросил, не заревнует ли муж, а она посмеялась, мол, неревнивый он у неё доверяет. «Ты издеваешься?» – перебила Ольга. «Откуда бабушка тогда решила, что ты муж её внучки? Не пытайся выкрутиться!» «А вот мы сейчас и узнаем, откуда ноги растут. Номера телефона Самохиной я не знаю, а вот дом их помню прекрасно, недалеко от школы. Учителя несколько раз меня отправляли узнать, почему она в школу не ходит. Я прихожу, а бабуля её говорит. «Таня в школе!» «Собирайся, поедем выяснять». Пока Ольга переодевалась, Марк вызвал такси, и уже через полчаса они стояли у калитки и наблюдали из-за куста сирени, как Таня рассказывает каким-то людям, как прекрасно вечерком посидеть в беседке да с самоваром. «Слушай, кажется, она дом продаёт», сказал тихо Марк, задумчиво поглядывая на супругу. «Похоже на то», – поддержала она. И Таня подтвердила их подозрения, сказав тем людям, что хозяйка дома её бабушка, но у Тани есть доверенность на распоряжение имуществом. Марк с Ольгой поспешили уйти подальше от дома, а когда увидели, что потенциальные покупатели отъехали, вернулись на то же место, нажав на звонок. «Открыто!» – крикнула Таня, а увидев в следующий момент Марка и Ольгу, побледнела. «Ты, вы, откуда тут?» – взгляд её метался от Марка на Ольгу, от Ольги на Марка. «Вопросы задавать буду я», – ответил решительно Марк. «И для начала скажи-ка нам, Таня, как так случилось, что бабушка твоя меня считает твоим мужем?» Таня нервничала, но с ответом нашлась быстро. «Да я просто не знала, что мне делать. Отец ребёнка от меня сбежал, а бабушка переживала, всё просила познакомить. А с кем я познакомлю?» «Она просила хотя бы фото показать. Ну, я уже хотела с первым встречным сфотаться. А тут увидела тебя и не растерялась. Подумаешь, что в этом такого? Какая разница, что думает бабуля? Я же не знала, что твоя жена окажется сиделкой. Ещё вопросы будут? А то мне ребёнка спать укладывать пора». «Да нет, всё нам понятно», – сказал Марк и взял супругу за руку. «Надеюсь, нам понятно?» – спросил он у неё. Ольга кивнула и пошла вслед за мужем. «Ты прости», – сказала она уже дома. «Без ужина тебя оставила, хотя могу всё приготовить». «Не надо», – возразил Марк. «Аппетит пропал. Завтра приготовишь. А сейчас хочется спать после перенесённого стресса». «Что-то мне подсказывает, что такой вруши ничего не стоит и собственную бабушку обмануть». «Что, если она ей не купила, а сняла квартиру?» – с волнением сказала Оля. «Завтра узнаем, а пока спать», – ответил Марк и, только успев закрыть глаза, уснул. А Ольга долго ещё стояла у окна и думала, почему люди так поступают с другими. На следующий день Марк узнал по своим каналам на работе, что квартира, в которой живёт бабушка Тани, чужая, и внучка сняла её всего на пару месяцев. Вон оно что! Ольга переживала, будто это её собираются обмануть и оставить на улице. Наняла человека присматривать за бабулей, чтобы высвободить время и продать её дом. Интересно, она думала, что будет с её родным человеком, если она так поступит. Марк пожал плечами. «А давай поедем к Нине Филипповне», – предложила Ольга. «Может быть, сможем как-то ей помочь». «Поехали», – согласился супруг. Нина Филипповна была рада видеть Ольгу, а когда следом за ней зашёл Марк, она удивилась. «Нина Филипповна, это мой супруг, знакомьтесь». Пожилая женщина потёрла глаза и надела очки. «Так это ж внучки моей муж», – сказала и посмотрела на Ольгу. «Или я ошибаюсь. Я ведь его только на фотографии видела. Остальное всё со слов Тани». «Вы не ошибаетесь, Нина Филипповна. Только Татьяна вас обманула. Нет у неё никакого мужа», – сказала Ольга и погладила её по руке. «И если не поторопиться, то она обманет вас ещё раз. Но только тот обман будет куда серьёзнее». И Ольга рассказала кратко Нине Филипповне, что её ждёт в ближайшем будущем. Не забыла перед разговором дать ей успокоительное. «Да как же так?» – покачиваясь, Нина Филипповна сидела на кровати. «Всё можно исправить», – предложил Марк. «Если отозвать доверенность. Хотите, мы вас свозим к нотариусу, пока поздно не стало». Старушка только молча кивнула. А после того, как доверенность была отозвана, Нина Филипповна попросила отвезти её домой. Поняв, что план её оказался провальным, Таня с горькой досадой процедила. «Откуда вы только взялись на мою голову?» Схватила сумку, которая была у неё уже на готове, и выскочила за калитку. В доме заплакал ребёнок, и Нина Филипповна схватилась за сердце. «Не зря я этого боялась. В мать пошла. Ну что я буду с этой крохой делать? Возраст ведь уже не тот. В приют его только отправить и остаётся. Я не потяну». Сказала с такой горечью, что Марк и Ольга переглянулись. Через несколько месяцев они оформили все документы, и так как Таня позаботилась оставить отказ от ребёнка, они смогли его усыновить. Нина Филипповна неплохо шла на поправку. «Буду вам помогать», — говорила она. «С детьми ведь когда возишься, как будто молодеешь». О Тане они больше ничего не слышали. Но бабушка верила, она нашла свою судьбу и очень счастлива, потому и не звонит своей старушке.